В преддверии традиционных майских выходных соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора на объектах потребительского рынка на особом контроле и продолжается в ежедневном режиме. На этот раз с проверкой пришли в один из торговых центров Красноглинского района. Мониторинг прошел на общепите и в магазинах. В ходе рейда специалисты проверяли наличие санитайзеров, дистанционные разметки и соблюдение масочного режима. В условиях наших это все серьезно и строго. Если у клиента нет маски, мы обязательно им предлагаем на входе увидеть, у нас расположены маски, перчатки и средства дезинфекции рук. Все у нас это присутствует. Также наша компания полностью обеспечивает, все сотрудники у нас в масках, перчатках. Все в этом у нас в плане отлично. Это необходимо, это защита прежде всего. Ну и все сотрудники, да, мы соблюдаем это. Главная задача рейда не наказать, а провести профилактику роста числа заболевших. Ежедневная плановая работа районной администрации в этом направлении уже показывает эффективные результаты. Так в ходе сегодняшнего мониторинга специалисты нарушений не выявили. У нас пять торговых центров в районе, у нас шесть поселков, поэтому у нас результаты есть. Если с начала пандемии в 2020 году составлялось актов в день по три, по пять, то сейчас это в неделю делается. Многие относятся серьезно и с пониманием. С начала пандемии в Красноглинском районе было выявлено 190 нарушений. Материалы по выявленным фактам направляются в Управление гражданской защиты Самары или Роспотребнадзор для принятия решения. Напомним, за несоблюдение санитарного режима на юридическое лицо может быть наложен административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет наложение штрафа на сумму от 500 до миллиона рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток. Мэр Елчан, Николай Сидоров, События.